tanix x4 на aimlogic s905 x4 процессоре на канале технозон с обзором это новинка конца 2021 или начала 2022 что поехали друзья на алиэкспрессе стоит он дешевле 50 долларов вот так вот то есть новиночка дешевле 50 долларов обещают что здесь aimlogic s905 x4 малин g31 графический процессор это по крайней мере модификация 4 на 32 есть еще на 64 и у нас 5 гигагерцовый вайфай плюс bluetooth 4 с мелочью android 11 и как бы все обещают обещают вообще смотрите так ссылки на проверенного продавца я конечно же размещу в описании под видео перед самим обзором я хотел бы чтобы вы не прошу вас чтобы вы подписались и нажали колокольчик потому что просто-напросто пропустите дальнейшие наши самые первые самые актуальные самые порядочные обзоры в плане того что мы показываем всю правду и так что же данный tanix из себя представляет это новинка которую позиционируют китайцы как вот мечта вау я вам скажу так что здесь один из спорных вопросов у одного продавца написано 1000 мегабитный лану другого сотка здесь сотка но здесь 5 гигагерц вайфай лупит по 400 мегабит я сам в шоке я вам скажу я вам это покажу в самом тесте приставки 400 мегабит спокойно делает на 5 гигагерц но при этом мы показываем максимально возможный результат на роутере их 6000 и на гигабитном интернете по крайней мере которые мы выдаем на эту приставку плюс у нас здесь есть юсб 30 юсб 20 есть размер разъем для тф карт есть и дима есть ланаджи 45 разъем питания и спаде а если уж касаться и спаде фа и звука то через зима битстримы проверяли он выдает долбит что плюс долбит читал простой dts и все потому что детей с hd мастера у нас про проигрывается как детей с а долбит джитал 3d как простой долбит джитал проигрывает и jar контент долби вижена здесь нет и конечно же есть поддержка и виван кодека сама по себе комплектация достаточно скудно я вам сейчас покажу пульт с которым она пришла одну это обыкновенный таниксовский пульт это очень-очень я бы даже не распаковывал это очень такой ущербный ущербный пульт но у приставки есть явные преимущества есть конечно некоторые недостатки которые нужно доделать то что здесь у нас есть момент с небольшим нагревом он абсолютно решаемый потому что на разборке покажу там есть термоинтерфейс модификация вот так вот в два щелчка вполне вероятно есть минус того что здесь android 11 это не знает что он плохой или как-то не так работает нет здесь просто нет авто фрейм рейта и достичь авто фрейм рейта здесь пока не представляется возможным потому что не через афрд даже смотря на то что здесь есть root права не через другие моменты он не работает авто фрейм рейтом то есть вы это должны отчетливо понимать 4k youtube hdr 60fps работает 4k каналы работают 4k тяжелые фильмы работают мы это тоже вам все покажем даже в некоторых случаях можно поиграть в целом тв бокс получился достаточно взвешенный но при этом отсутствие пока что отсутствие кастомных прошивок делает его хотя и достаточно взвешенным но на мой взгляд таким знаете решением спорных то есть давайте так мы сейчас я вам сейчас скажу что если есть кастомные прошивки вы их найдете это классный бокс если кастомных прошивок нет то я бы воздержался хотя многие вообще плевать на этот авто фрейм рейт как таковой следующее что мы еще заметили в троттлинг тесте он набрал 76 градусов вернее 76 градусов он максимально показал температуру чисто для парца в паре с малиджи 31 при играх он показывал до 80 градусов это тоже не сильно страшно но я бы конечно заморочился и конечно же конечно же меня порадовало то что здесь есть нативный голосовой поиск потому что здесь elixx это не android tv и это чистый android на который натянули фирменную оболочку таникс по которой откровенно говоря соскучился оболочка просто мне очень нравится но это старое знаете такое старые времена старые таникс и elixx когда-то была очень крутая оболочка которую даже некоторые жаждали получить дальше мы будем с вами уже это все дело переходить обозревать ну конечно же подписываемся ну и ребят ждем разборку и выводы а кстати ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео поехали elixx я этот интерфейс не видел очень и очень давно при этом он не действительно нравится даже одно время им пользовался вместо android tv смотрите сам по себе интерфейс чем интересен здесь можно добавить себе какие-нибудь приложение давайте сейчас добавим сюда например аиду добавим cpu троттлинг тест и добавим еще и мирокаст так мы можем еще добавить чего-то давайте добавим 3d mark добавим сюда tv центр коди все до 3 ай жалко они можно смотрите она тогда начинает вот так вот перелистывать вправо-влево то есть такая строка себе получается теперь есть раздел приложений есть раздел настроек где мы тоже можем добавить кучу приложений влево у нас есть недавно открытые приложения то есть нажимаем влево для того чтобы их закрыть просто нажимаем таким вот образом то здесь это elixx это фирменная таниксовская оболочка которая действительно в свое время прям гремела гремела на текущий момент и не думал что кто-то ее еще будет использовать на фирменный таникс я думаю что они должны были если пойти а узнаете что здесь можно подобавлять тоже все приложения тут app installer там 3d mark при этом большие можно добавлять какой-нибудь файл браузер слушайте классная оболочка на самом деле мне прям нравилось из-за какой-то базовой кастомизации ладно пойдем настройки посмотрим что интересного нам сюда преподнесли опять гегер законнектился отлично с аккаунтами тоже вопросов не было об устройстве название x4 tatanix на андроиде 11 сборка android tv объясню почему android tv потому что здесь стоит market от android tv дальше экран и клавиатура есть у нас поддержка от 480p до 4k 2k 60 герц у нас есть варианты работы адаптивного hdr либо можно включить постоянный есть профили цветности но у меня 8 битный сейчас рекордер другого ничего к сожалению пока нет да и в hdr писать нет смысла потому что не у каждого телевизора из юмор hdmi цик работает на включение выключение и в расширенных настройках звука вы можете просто выбрать автоматически отдельно форматы звука выбирать нельзя но опять один мы с вами обязательно проверим в хранилище у нас 32 гигабайта есть режим энергосбережения и в принципе больше ничего нет можно единственное здесь включать root права и включить performance дайлах performance дайлах классная штука показывает производительность смотрите вот 58 градусов здесь есть температура есть частота процессора поэтому я вам весь весь обзор предлагаю наблюдать за температурой даже на этом акцентировать внимание не буду вы сами можете это все дело посмотреть в разных сценариях работы начнем с аида 64 в мы с вами видим что это ой нет не хочу сейчас загружать это у нас плата о и чем бренду конечно понаписывали 4 гига оперативной памяти наши на 32 центральный процессор это cortex a55 logic с 905 x4 до 2 гигагерц 4 ядра за отображение отвечает мари g31 пока что все стандартно 867 мегабит у нас connection speed на 5 гигагерцах это как бы подразумевает под собой что 5 гигагерц должны работать в принципе отлично android 11 температура у нас совпадает с performance дайлогом поэтому мы можем доверять ну и сейчас посмотрим если аппаратный кодек и виван это в принципе нам должно подтвердить что здесь есть именно процессор из 905 x4 вижу випе на и нон 9 это значит что здесь youtube hdr есть поддержка и есть да у нас и виван кодек поэтому у нас нет как бы оснований не доверять что здесь именно то что нам нужно проверяем 5 гигагерцовый вайфай аж интересно мне стало и это 200 300 400 300 мегабит 350 370 390 ладно слушайте ну классный вайфай больше 400 400 круто слушайте 401 было в пике это очень хороший показатель работает он сейчас у нас на роутере сяоми x36 или на сяоми x6000 это вайфай 6 роутер здесь 400 на 400 фактическая скорость давайте с вами пробовать сейчас 2 и 4 гигагерца мы переключимся и должны понимать что он без проблем на подключиться к 24 потому что нет говоря там что-то кстати роутер не возле меня стоит роутер стоит в соседней студии чтобы вы понимали это не очень близко от меня иногда бывает что 2 и 4 не подключается и мы начинаем танцевать с бубном на некоторых приставках но не на этой на этой приставке у нас все подключается пока что идеально и температура держится 59 60 градусов надо разбирать надо разбирать смотреть что у нас там внутри пробуем спид тест 2 и 4 гигагерца очень неплохо очень неплохо 72 но вы должны понимать что если вы допустим купите такую приставку и она будет у вас тянуть меньше то это не значит что приставка плохая возможно разные методы шифрования разные каналы разные роутеры и этих факторов существует настолько много что я вам показываю просто максимум который мы смогли из нее выжать а уже все остальное то что ниже тоже варианты нормы из того что вы используете дома подключили сетевой кабель и очень удобно допустим переключаться ой я не туда вышли не туда зашел очень удобно переключаться между приложениями то есть вошли в бачок и все и нажали сейчас пробуем через lanar j45 на при тех же самых параметрах так стартуем на lanar j45 и получаем сколько 100 мегабит стандартная соточка но тут уж есть как есть бюджет все-таки 94 ну 94 на 90 это уже будет ну чистая сотка фактически вот на 92 93 почти до 93 это чистая сотка абсолютно без каких-либо претензий на это действие давайте мы сейчас обратно включим performance дайлах помощью я очистил программы и зарубил его ну что стартанем троттлинг тест и посмотрим что у нас из этого получится следим за температурой конечно же все это будет ускоренным для вас ребят 15 минут прошло теста мы можем опуститься немножко ниже и посмотреть что он грелся до 76 градусов при этом он не тротлил чтобы понимали 75 76 градусов если при 100 процентной загрузки это просто отличная температура для им лоджика с 905 x4 абсолютно зеленый график по претензии по нагреву у меня нет и вот этот вот нагрев вы будете наблюдать именно вот этому графе cpu температура 63 64 где сейчас там вы будете это все дело наблюдать и по тестам производительности antutu benchmark показывает 90 тысяч пятьсот сорок девять баллов а в тестах производительности 3d mark это максимальный вайсторман лимитед и 500 и 5894 вайсторм экстрим это абсолютно середняковый показатель для i'm logic s905 x4 это значит что на нем вы что-то даже можете допогонять в плане игр так и конечно же google ассистент у нас включился мне интересно все-таки это не android tv а так управляйте с помощью команды и google а знаете чем фишка вы знаете почему садятся пульты очень быстро у людей потому что они активируют такие google а потом жалуются что у них пульты садятся самый лучший фильм пробуем как работает у нас голосовой поиск голосовой поиск конечно же работает ой а ну видите в чем надо заморочиться вам необходимо будет заморочиться скатни сам либо установить поиск от google для того вернее от югус для того чтобы он работал здесь полноценно но поддержка голосовых пультов здесь есть это факт давайте переходить к мультимедийным возможностям для начала мы с вами протестируем youtube youtube мы будем тестировать на моих 4k видео а в частности мы это тестируем для того чтобы понять если поддержка и виван кодекам так это викина и сейчас я выберу сэйви ван вот прошивка тв бокса токс один она в а в один вот пожалуйста в в один она работает просто идеально 4k 60 fps 0 дропов я здесь не вижу никаких проблем с данным тв боксом с ютюбом именно в а в один давайте попробуем очень тяжелый ролик это дикая река специально такой стресс-тест по тв боксом на проверку youtube это серьезно вам говорю то есть если вы никогда не проверяли то милости просим посмотрите дикую реку и даже два дропа то есть а вы один ах ты же блин а что такое дропит таникс дропит а давайте знаете что сделаем мы не так сделаем дело в том что у меня висели результаты голосового поиска мы их закрыли давайте его перезапустим опять же тут дикую реку в 4k и посмотрим чтобы не было стартовых дропов и посмотрим как это все дело работает ну 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 давай удиви нас а вот 4k 3 стартовых дропа есть температура сейчас 75 градусов это стоит то есть я вижу на этом перформанс дайлиги 75 пускай переключится пока что только три стартовых давай же переключайся и 75 градусов ну тянет ребят ну тянет в отличие от допустим там других тв боксов 4k 60 если он тянет дикую реку все остальное тоже потянет это вам сто процентов даю гарантии потому что дикую реку вытянуть я ее кодировал когда я там конечно для ютюба извернулся извернулся как мог конечно же здесь к сожалению нет ни автофреймрейта не через frd мы ничего не можем загнать в данный тв бокс то есть здесь автофреймрейта пока что нет почему говорю пока что все таки конечно надежда есть на то что кто-то когда-то чего-то адаптируют имеется ввиду другие прошивки давайте ну я пока об этом говорить не буду ну как бы не имею права ладно давайте через галерею откроем обыкновенную стоковую для того чтобы проверить возможность декодирования это 68 гигов фильм мы его включили с внешнего накопителя и смотрим пожалуйста все работает при этом слушать долги digital появился звук долги digital 75 градусов то есть я так понимаю что здесь у нас 75 градусов и потолочная и рабочая потому что я смотрю на частоту процессора ну при при его нагрузке 64 57 процентов то есть мы будем наблюдать за температурой работа это давайте перемотаем чего это там мне аж интересно и перематывает нормально нет некоторые удивляются а он удивляется перемотки но вы просто не понимаете как может работать тв бокс через юсб то есть когда вы к нему подключать а например ssd и есть ряд тв боксов которые с этим нормально не работают поэтому мы обязаны это проверить к проигрыванию очень эти температура была 77 градусов к проигрыванию тяжелого контента с внешнего носителя у меня вопросов нет давайте попробуем с вами форматы звука которая может или не может проигрывать данный тв бокс при проигрывании даже через стандартную галерею мы с вами получаем долги digital плюс при том что мы не можем выбирать форматы этого самого объемного звука то есть здесь это все работает абсолютно на автоматическом уровне dolby true hd пробуем dolby true hd у нас нет но он проигрывается как dolby digital то есть он его даун сэмплит до 5 1 звука фактически dts dts 5 1 ядро я смотрю на своем ресивере и здесь у нас простой dts и dts мастер аудио проигрывается тоже как абсолютно простой dts отлично давайте выходить по данным вопросам у меня по данным пунктом тестирования у меня вопросов нет я закрою лишние приложения или как это удобненько делается супер если я нажму на полную очистку то он закроет даже то что есть памяти и performance дайлах даже слетит так берем у нас 4k каналы и 4k каналы проигрываются 73 градуса при проигрывании 4k и 5 пусть немножечко поиграет 74 пробивается наша сибирь 4k работает глазами туристы 4 смотри как быстро переключается именно 4k каналы наса тв бисю премьер ультра 4k слушайте отлично 73 75 градусов при проигрывании 4k каналов и 5 вид даже падает после некоторого времени падает до 72 71 70 то есть ну смотрите вы даете привычную нагрузку процессор нагружается для того чтобы переключить и после этого он устаканивается опускается смотрите 69 68 при длительном проигрывании то есть я тестирую конечно таких достаточно экстремальных условиях для тв бокса когда очень много каких-то действий когда очень много это переключение для твой бокс это очень тяжело данный тв бокс не имеет сертификации вы это тоже должны понимать поэтому здесь и стриминга будет работать нормально youtube возможно мегуга будет работать и некоторые другие стриминговые сервисы которым не нужна защита hdcp либо l1 сертификат но в данном случае мы конечно же ориентируемся немножко на другие фильмы это большие раздачи будем использовать определенные приложения которые я называть уже с некоторых пор не имею права потому что youtube очень сильно за это дело наказывает мы пробуем достаточно большие фильмы смотрим это небольшой давайте выберем побольше тоже небольшой о 70 на 70 гигов мы пробуем просмотр и честно вам скажу прямо интересно интересно насколько он то сидела вытянет все таки ну не плохой тв бокс вот реально неплох он чуть поработал чуть притёрся пробуем через мой любимый через мой любимое приложение в виде плеера и смотрим на текущий момент 68 67 градусов что самое интересное меньше чем в том же youtube пошло проигрывание 71 72 градуса ну здесь темнота щас появится надпись так дюна начинается что я могу сделать сны послание из глубин вы смотрели этот фильм я не смог осилить я очень большой поклонник старой дюны если вы видите легкое подергивание как некоторые мне там пишут где плавность это всего лишь разница между кадрами самого фильма в 24 кадра и к и моей камерой в 60 герц поэтому там просто недостающие кадры выпадают это сугубо техническая сторона съемки видео для youtube они самого фильма и момента воспроизведения этого контента этим данным тв боксом тут это к этому не под не относится никак но слушайте запустила 76 градусов я хочу вот сразу такой стресс-тест и перемотать на середину фильма клацнул на середину фильма жду пока он что не буферил что ли у заработал правда очень темная сцена я люблю светлые сцены я как бы когда не перематываю еще раз перемотал о более-менее светлая ждем когда не перематываю у меня всегда возникает какая-то чушь в виде того что попадаю на темные сцены но такое тоже есть и честно говоря мне это очень сильно раздражает но при этом у меня до 80 градусов долга 1 пускай немного поиграется устаканится и будем смотреть что получится потому что мы помним да что при каких-то переходов 81 ай-яй-яй ай-яй-яй я бы конечно не трудно это не 90 сейчас упадет сто процентов давай 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 79 но при этом у меня не возникает проблем в этом мега тяжелом скажем так контенте то есть это тяжелый контент что еще мы можем сделать так как у нас было достаточно нормальная производительность в тестах тут еще знаете на что может влиять смотрите сколько у меня открыто фоне различных там допустим контент различные приложения тоже может влиять на температуру мы сейчас попробуем с вами проиграть мне поиграть чуть-чуть пару игр буквально мы подключили наш геймпад это game sir g4 pro ссылочка в описании под видео попробуем буквально пару игр перед тем как мы перейдем его разбирать и делать какие-то выводы плохой ты вы бокс на самом-то деле чисто если для контента но при этом несмотря на температуру в 78 79 градусов у меня идет 79 на текущий момент у меня идет очень плавная игра давай этого всех всех раскидали сейчас 1 1 еще и придем ускорение 78 самое интересное меньше чем в большом фильме 78 79 что тоже удивительно давай поехали поехали да ну и работает 80 градусов ой как я вы видели вообще как я этот как и как я тут перевернулся 407 метров с нитро нормальная тема хорошо работает ребята хорошо работает мне прям нравится 454 метра с нитро может догоняю второй круг 79 80 80 80 нет выше 81 есть 81 я знаете что только что посмотрел на процент использования процессора и такой думаю ну ничего себе откуда первый взялся откуда вы взялись вообще все ребята отдыхайте но работает мне сказать тут нечего абсолютно поэтому мы попробуем сейчас еще нечто тоже тяжелое будем выходить так и поиграем в battle supremacy о по а я вам скажу так что для battle supremacy я уже могу сказать что данный ты в бокс не сильно то и подходит потому что блин давай давай стартуй ну стрельну ну поехали до такой явные лаги fps не вытягивает ой-ой-ой-ой 78 градусов не тяжело тяжело то есть для нетребовательных игр данный ты в бокс подходит это типа каких-то там асфальтов гоночек там real racing типа battle supremacy игры на нем играть лучше не нужно потому что это действительно для него тяжело ну как мы видим да там что у нас есть какой-то момент до тяжело то хотя слушать и от людей мы можем поиграть о ну что кого-то слили тяжело он тяжело он работает так меняем режим что шмальнем банк есть контакт поехали дальше дух есть контакт но такое играть конечно можно но не все выходим резюмируем так ну что под разберем так как у нас нет винтов то мы само собой пойдем по пути аккуратного вскрывания мы видим здесь есть у нас ключик пока вскрываем ключи везде оба чат о вы видели как сделал таник с охлаждением через термопрокладку на пластину пластик пластина горячая только с тестов все хорошо видно вот прям прямо суперова с 905 x4 я бы конечно на термопрокладку увеличил бы знаете что сделал видите я бы ее переклеил по площади процессора чуть чуть небольшое не попадание ведь он лежит не на все но сюда отводит тепло классно у нас очень классный чип вай фай это факт также у нас есть вот чипы памяти приблизь пожалуйста так чтобы люди видели чипы памяти теперь у нас как все хитро придумали китайцы господам и на этой стороне мы можем с вами увидеть хранилище у нас здесь есть и опять же чипы памяти в принципе вам скажу но есть конечно какие-то остатки флюса но это такие мелочи для китайцев это еще и более-менее классно нормально сделано по сравнению с другим подвал китаем но это неплохо это очень даже неплохо поэтому ребят я готов проходить резюмировать с учетом даже вот такой моментом таник в своем репертуаре это их фирменная фича с охлаждением такая все переходим знаете что я вам скажу я действительно ну вот у него цена дешевле 50 баксов из китая то что это чистый android это плюс потому что некоторые говорят а я вот тива возьму за 20 там за 30 за 35 долларов и это справедливо 2 на 8 чистый android tv конечно же там у вас нет спдфа через hdmi битстрим тоже заморочиться нужно получить 51 звук для этого нужен дорогой ресивер ну той который поддерживает hdmi либо свой ресивер тулить через обратный hdmi а эрси из телевизора ну короче делать то что не всем нужен во-первых android tv меня есть огромное количество людей приверженцев чистого андроида это порядка 60 70 процентов тех кто смотрит мой канал именно из-за тв боксов и данный тв бокс я считаю средне взвешенным тв боксом и если получит он прошивочку с android tv задатками то это будет вообще просто шикарно я вам серьезно говорю тв бокс мы и рекомендуем и нет если вам нужен чистый android принципе нормальный тв бокс если вам нужен android tv то следует либо найти прошивку возможно она на момент того как вы смотрите уже есть либо просто-напросто поискать другие решения на которые есть такого прошивка и кому нужен юсб порт в отличие от чистого android tv там стика или того там чего-то дешевле 50 долларов но в целом если нравится то что мы делаем ставим пальцы вверх если нет пальцы вниз обязательно подписываемся с вами был бабл наградите на зону пока